Город Гомель, улица 50 год, БССР, 7. Ненавито по таким адресам теперь будет находиться третий на территории Беларуси филиал Российского центра науки и культуры. Первый был открыт в 2010 году в Минске, другие два года тому в Бресте. При наявности огольных задач, координация сопротивления городов по Братиму, подрымка своей чинников, ознавление выдаденной у России мастерской и науковой литературой, деятельность гомельского филиала будет иметь и свои особливости. И они связаны, пеш за все, наявностью тут некаких высшейших научных установок и палацево-паркового ансамбля. Уже зараз за ними досягнута домовленность о реализации суместных проектов. У нас 17-й год, же год столетия февральской октябрьской революции. Я думаю, мы эти вопросы каким-то образом будем отражать. Значную увагу деятельности гомельского филиала Российского центра науки и культуры меркуется надавать развитию молодежного супрацовництва. Причем неким одним накерунком тут не обмежовываются. В огученных планах организация детских лахеров для одоранных детей за безюх Украин до помогу в поступлении молодых белорусов у российской ВНУ – суместная творчая акция. Просто более глубокого знакомства с Россией для молодого поколения. У нас большое количество белорусских ребятишек отдыхает экскурсионным образом в России. В Беларуси российские школьники, это все, вот эти центры организовывают, и сообщество соотечественников. Я думаю, и гомель найдет свое место. Первое мероприемство, якое проводится у гомельского филиала Российского центра науки и культуры, презентация выставы работ члена Союза письменников и Союза дизайнеров России, лауреата международных премий Миколая Дулько. Пресвячение России – это не столько об сучастности, сколько об истории. Хоть только этой выставой справа не обмежовывается. Престанных милосердностей и ошеден белорусско-российский проект, який зараз реализуется у гомель. У музея Плацево-паркового ансамбля открывается экспозиция ритуальных предметов тибетского буддизма с коллекцией державных армитажа. Эта установа, до речи, на початку 2000-х, примала самый непосредный удел у створения у гомель музейной экспозиции и реставрации местовых экспонатов. Вот это, напомню, самое главное сего буддизма. Большое милосердностей о Вала Китешвара. У его, до речи, тысяча рук и 11 голов. Сегодня у армитажа знаходится лепшая в свете коллекция буддизмских старожитностей. Правда, у гомель привезли только ее участку. Некоторые экспонаты каштуют так дорого, что их страховка вылечается астрономичными для наших музеев суммами. Леет того, что знаходится на выставе, хапая, ка подкрыть для себе новый свет. И это еще одна задача белорусско-российского запросовництва зарабить жахару обе двух краин, божь богатыми не только материально, а леет духовно. Это своего рода шедевры. И, наверное, всем интересно даже посмотреть, какие шедевры были. Это еще одна из сторон человеческой жизни, человеческого бытия. Все-таки это мировая религия, с которой, ну, может быть, не очень знакомы жители гомеля, но мы надеемся, что они познакомятся и что им это тоже понравится. Олег Сентюров, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель».